Подвели итоги и наметили планы. В 2017-м новый состав правительства начал работу в непростых условиях, доложил заместитель председателя правительства. Бюджет страны дефицитный, а на валютном рынке критический дисбаланс. Главной задачей прошлого года было стабилизировать экономику, чтобы потом начать реформы и наконец-то решать застарелые проблемы социальной сферы. Органы госвласти объединили усилия и приняли ряд срочных мер. Активизировали работу базовых отраслей. Разработали дорожные карты, в том числе и по поддержке отечественного бизнеса. И, наконец, преодолели валютный кризис. Результаты не заставили долго ждать. По итогам 2017 года на фоне возобновления с июня поставок в Республику Молдовы электроэнергии, вырабатывания займов Молдавской Агресс, активного наращивания показателей ООО Молдавский металлургический завод, стабилизации ситуации на валютном рынке, повышение конкурентоспособности на внешних рынках вследствие девальвации национальной валюты, а также реализуемых на государственном уровне мер поддержки отечественного бизнеса. Объем промышленного производства достиг 9 миллиардов 971 миллиона рублей, что он 23,6 процентов выше уровня 2016 года. Поступления в бюджет увеличились, но уйти от дефицита пока не удается. Несмотря на это, тарифы на коммунальные услуги заморожены. Основным направлением расходования бюджетных средств оставалось финансирование социально защищенных статей. Отчет о результатах деятельности правительства направит президенту и в Верховный совет. Работа продолжается. Сегодня на заседании премьер-министр озвучил новые задачи, поставленные президентом республики. Президентом инициирована программа долевого строительства жилья. Речь идет о том, чтобы достроить те объекты незавершенного строительства, которые есть на территории Приднестровья. На первом этапе это более 10 объектов. И в этом проекте будет участвовать государство, которое будет обеспечивать саму коробку непосредственно. И в качестве дольщиков будут участвовать граждане Приднестровской Молдавской Республики, желающие. Цель этого проекта заключается в том, чтобы обеспечить жилье по доступным ценам. В будущем году запланировано строительство 300 детских спортивных площадок.